При отравлении шпиона использовался новичок, подтверждает наблюдатель в области химического оружия, Тагуардиан, Великобритания. 12 апреля 2018 года. Организация по запрещению химического оружия, ОСХА, утверждает, что анализ образцов подтверждает выводы Великобритании о применении нервно-паралитического вещества при покушении в Солсбери. Наблюдательная комиссия по химическому оружию поддержала выводы Великобритании о происхождении химического вещества, использованного при отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Выводы Организации по запрещению химического оружия станут главным подспорьем для Великобритании, утверждающей, что при покушении применялся новичок, разработанное в России боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество. В опубликованном Организации пресс-релизе доклада не упоминается название «Новичок», однако в нем говорится, «Результаты исследований, проведенных специальными лабораториями Организации по запрещению химического оружия на основе экологических и биомедицинских проб, собранных сотрудниками Организации, подтверждают выводы Великобритании о происхождении химического отравляющего вещества, использованного в Солсбери и нанесшего серьезный ущерб здоровью трех человек». Организация по запрещению химического оружия, идентифицирующая этот химикат по его сложной формуле в засекреченном докладе, который не был представлен общественности, также отмечает в своем пресс-релизе, что в веществе почти полностью отсутствовали какие-либо примеси. Борис Джонсон, Борис Йенсен, с готовностью ухватился за доклад, утверждая в своем заявлении, «Не может быть никаких сомнений в том, что за вещество применялось, точно так же, как не остается никаких альтернативных версий о том, кто несет ответственность за покушение, средства, мотив и свидетельства имеются только у России. «Теперь мы будем неустанно работать с нашими партнерами, чтобы помочь выявить возмутительный факт применения подобного оружия, и мы созвали в следующую среду, 18 апреля, заседание, чтобы обсудить наши дальнейшие действия», добавил министр иностранных дел Великобритании. Кремль должен быть привлечен к ответу. Сергей и Юлию Скрипали нашли бессознание на скамейке в парке в Солсбери, Уилтшир, 4 марта 2018 года. Офицер полиции детектив-сержант Ник Бейли, Ничк Баилей, прибывший на место один из первых, также был госпитализирован, однако его выписали 22 марта. Великобритания придерживается позиции, что, весьма вероятно, покушение на Скрипали организовало российское государство, осуществив его при помощи нервно-паралитического вещества, которое военные эксперты в Порт-Он-Дауне определили как газ-новичок. Россия яростно отрицала свое участие и развязала пропагандистскую войну, пытаясь дискредитировать британскую версию покушения, в результате чего возник международный скандал, вследствие которого со всех сторон произошла высылка дипломатов. По требованию британского правительства эксперты из организации по запрещению химического оружия провели независимое расследование. Технический отдел организации, базирующийся в Гаге, в частном порядке передал свой отчет британским чиновникам в среду. 11 апреля, Великобритания самостоятельно принимала решение, какую часть доклада следует опубликовать. Организация по запрещению химического оружия неуполномочена идентифицировать происхождение нервно-паралитического вещества, ее задача состоит исключительно в определении его химических характеристик. В соответствии со стандартной процедурой организация не идентифицирует лаборатории, участвующие в тестировании образцов, но делает выбор из согласованного на многостороннем уровне списка лабораторий. На специальной встрече руководство организации на прошлой неделе России в результате голосования не была допущена к участию в проведении анализов образца. Российское посольство в Лондоне заявило, что оно примет вывода организации лишь при условии участия в исследовании российской стороны. Стратегия Кремля состояла в эксплуатации слабости и нелогичности позиций Великобритании. Она ухватилась за ошибку Джонсона, заявившего на прошлой неделе, что правительственный научный центр в Порт-Он-Дауне установил российское происхождение нервно-паралитического вещества. На самом деле, идентификация была основана на разведанных и анализе предыдущих покушений, организованных российским государством. Сергей Скрипаль переехал в Великобританию в результате обмена шпионами в 2010 году и обосновался в Солсбери. Юлия Скрипаль приехала к отцу из России, после чего они были отравлены, по всей вероятности, в результате загрязнения его входной двери. Несмотря на первоначальные опасения, что Скрипали не выживут, Юлия Скрипаль была выписана из больницы и перевезена в место, не подлежащее разглашению, на этой неделе, в то время как ее отец, как сообщается, стремительно идет на поправку. В опубликованном лондонской полиции заявлении от имени Юлии Скрипаль, представленном общественности в среду, 11 апреля, она сообщила, что не желает воспользоваться предложенной помощью российского посольства в Лондоне. В заявлении говорится, что ее отец по-прежнему серьезно болен, а сама Юлия до сих пор страдает от последствий отравления нервно-паралитическим веществом. Она также ответила на комментарии своей двоюродной сестры Виктории, опубликованной в российской прессе, попросив ее не связываться с ней и не посещать ее в Великобритании.